В Казахстане продолжают расти цены на социальный хлеб. Сегодня в Кустанае волка 600 граммового подорожала на 5 тенге. Стоимость кирпичика в регионе повышается уже во второй раз за полгода. И власти говорят, что это не предел. Почему не удается сдерживать цены на социально значимый продукт? И правда ли, что хлебопеки давно работают себе в убыток? Узнавала Нина Шапо. Жители Кустаная уже перестали удивляться регулярному росту цен на продукты. Вот и сегодня утром новые ценники на хлеб горожан не впечатлили. За одну ночь стоимость 600 граммовой буханки выросла с 46 тенге до 51. И это с учетом того, что в июле стоимость на социальный хлеб уже повышали. В совокупности за полгода он подорожал на 9 тенге. Покупают хлеб и все. Никак не реагируют. Все уже настолько привыкли к повышению цен, что сильно они не реагируют. Потому что уже на все цены повышаются. Но несмотря на регулярное повышение цен, хлебопеки до сих пор заверяют, что работают в убыток. Бензин, газ, электричество и даже мука со стопфонда подорожали. А значит выросли и затраты, которые не всегда удается покрывать. Себестоимость хлеба складывается не только из стоимости муки. Дрожжи из 180 тенге подорожали на сразу 225 тенге стали. То есть это порядка 25-30%. Масло растительное 220 тенге было, сейчас 280. Вот просто один момент. К примеру, в Кустанае хлеб даже из дотационной муки, по мнению хлебопеков, должен стоить не меньше 57 тенге в розницу. Пока даже с нынешним повышением они работают в убыток. Поэтому многим хлебопекарням удается держаться на плаву за счет иной хлебобулочной продукции. И покрывать их прибылью затраты на социальный хлеб. В Акимате тоже признаются, что бессильны перед законами рынка. Поэтому цена на хлеб до нового года может вырасти еще на несколько тенге. Ну, повышение, скорее всего, еще будет. Постепенное повышение, все-таки, наверное, ожидаемое на хлеб. Мука у нас тоже на 5 тенге повысилась. Было 45 тенге. Сейчас будет от мельничных комплексов, будет отпускать пекаря в нашем по 50 тенге. Сдерживать искусственно цены на хлеб местные власти не в состоянии, а предприятия не могут работать в убыток. Так, несмотря на сравнительно высокие цены на социальный хлеб в Алматы, 65 тенге, о своем банкротстве объявил один из крупнейших хлебозаводов города – Меркурнан. Одной из самых низких в республике остается стоимость хлеба в Шимкенте. Там даже после подорожания он стоит 40 тенге. В октябре цены на булку также поднялись в Таразе. А в ноябре хлеб подорожает в Казаларде. Пока жители Павлодара могут вздохнуть спокойно. Там до 1 января повышения не планируют. Но с Нового года, по прогнозам хлебопеков, булка социального станет дороже как минимум на 15 тенге.